Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как вы можете поднять FPS на 50% на видеокартах NVIDIA последних трех поколений. Это доступно для любых видеокарт, в том числе это работает лучше для тех видеокарт, которые более медленные. И для этого всего вам понадобится новая Windows 10 2004 и нужно будет установить новый драйвер. Ну а как это будет все работать и насколько это будет работать быстрее, я покажу вам в самой последней RDR2 игрушке. Будет интересно, поехали! Так, что вам первое нужно будет сделать? Первое, это вам нужно будет обязательно установить новую версию Windows 10, которая идет 2004. То есть в данном случае, если вы зайдете в панель управления, вот здесь вот выберите система, опустите в самый низ о системе, у вас должна быть вот такая вот операционная система. Версия 2004. Если у вас любая другая версия, то данная функция, то что я буду сейчас рассказывать, у вас работать не будет. Не надо спрашивать, как это включить на старых версиях, это невозможно включить. То есть вам нужна будет обязательно вот эта вот версия. Второе, что вам обязательно нужно будет, это естественно видеокарта NVIDIA. И видеокарта NVIDIA вам подойдет любая. Тысячная серия, тысяча сотой серии и двухтысячная серия. Что это за видеокарты? Давайте покажу на примере загрузки вот файлов из NVIDIA. В данном случае, если мы вот здесь вот откроем, то мы посмотрим, что есть видеокарты GeForce. Это относится именно к видеокартам GeForce. Есть видеокарты RTX 20 серия, MX300, MX200, MX100, GTX 16, GeForce 16 и GeForce 10. Вот эти вот видеокарты, которые вот здесь вот находятся, они все поддерживают эту функцию. Те, которые идут дальше по списку, девятисотки, восьмисотки и так далее. Все это не подходит. Что это за видеокарты? Это, например, видеокарта GeForce 1050 Ti, 1060, 1070, 1080, 1080 Ti. Это, например, видеокарты, которые 16 серии. То есть, 1660, 1660 Ti, 1660 Turbo, 1650. В общем, те, у кого есть эти видеокарты, вы меня поймете. Также сюда подходят и ноутбучные видеокарты. Вот которые идут GTX 16 серии, MX100, MX200, 2300 и RTX. Соответственно, RTX это самые современные мощные видеокарты, которые самого последнего поколения, любые тоже, они сюда подходят. Но я хочу сразу сказать, что лучше всего данная функция будет работать на тех видеокартах, которые более слабы. То есть, на более мощных видеокартах процесс прироста производительности по FPS вы получите 10-15% от силы. А вот на моей, например, видеокарте я получил целых 50% прироста в FPS. И сейчас я вам это в игрушке прямо покажу. Что вам нужно будет сделать далее? То есть, вы выбираете, какая именно у вас серия видеокарты и под эту серию качаете вашу, соответственно, ваш драйвер. В моем случае у меня 10-ая серия. Как вы знаете, у меня 80-ка обычная. То есть, вот она, обычная 80-ка. И на ней все прекрасно работаете. Дальше выбираете обязательно Windows 10 64 бита. Во-первых, новая 10-ка, она хоть и работает на 32 бита, но 64-ка, все следующие версии будут только 64-битные. Поэтому на 32-битной версии эта функция не работает. Здесь ставите драйвер Game Ready. Ну и можете выбрать любой язык. В том числе здесь есть русский. Если вам нужен другой, ставите другой. Нажимаете кнопочку поиск. Вам будет предложено скачать последний драйвер. На данный момент это 451-й. VHQL тот, который уже, в принципе, сертифицирован. Так вот, начиная вот с этого драйвера, эта функция работает. То есть, если у вас будет драйвер более уже высокий, например, 460-й и выше, то, в принципе, эта функция, она уже тоже будет. Неизвестно, сколько она проработает, но сейчас она работает точно. И на вот этом драйвере она работает точно. Скачивайте эти драйвера. У меня они уже загружены. Вот они в моем случае. И в вашем случае вы должны именно установить вот эти драйвера начисто. Потому что, если у вас уже стоял NVIDIA, там в момент установки вам будет предложена галочка, что установить мой драйвер начисто. Чтобы все предыдущие настройки, которые у вас были сделаны в вашем видеодрайвере, все они были сброшены. И была сделана чистая установка. Следующее, что вам понадобится, это найти те настройки, которые и отвечают за то, чтобы включить повышенную производительность на вашей видеокарте. Соответственно, чтобы игрушки шли быстрее, FPS выдавался больше. Вы можете просто в поиске забить вот такое словосочетание. Настройка графики. Если вдруг у вас поиск не работает, многие об этом пишут. Устал мучаться с пиратской Windows 10 Pro? Активация постоянно слетает? Компьютер глючит и ведет себя странно? Или ты просто хочешь наконец-таки легализировать свой компьютер? Купи лицензию на Windows 10 Pro раз и навсегда. И больше никогда не мучайся. Цена всего 1300 рублей или 18 баксов. Заходи в группу спецкомп, в раздел товары, нажимай на товар Windows 10 Pro. Клацай на показать полностью. Здесь ты можешь прочитать все о товаре и как его можно купить. Если вдруг очень сильно сомневаешься, можешь почитать комментарии за последние 3 года. Тут уже 920 комментариев от довольных покупателей. То тогда идем по пути панель управления. Идем дальше у нас система. Дисплей. Вот оно в принципе здесь уже система дисплей. И обратите внимание, есть настройки графики. Но так как я еще не установил драйвер и не перезагрузил компьютер, у меня нет определенной настройки, которая нужна. После того, как вы установите драйвер начисто и перезагрузите компьютер, у вас появится вот такая вот настройка. Обратите внимание, это уже с моего компьютера. И вам нужно будет опять-таки вот эту галочку включить. То есть в таком позиции, как у меня она должна стоять. И в этом случае, в принципе, у вас начнет уже работать планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Что это значит? Это значит, что ваша видеокарта будет сама потреблять то количество оперативной памяти, сколько ей нужно. И она будет сама выбирать именно ту память, сколько ей надо. И как раз вот это и дает прирост производительности в современных играх. Сразу скажу, что только в современных играх. Потому что сегодня я тестировал, например, ту же самую Forza 4. Она очень красивая, Horizon 4. Она очень красивая, но игрушке уже не один годик. И, соответственно, из-за этого в ней прирост производительности был где-то около 15%. А вот новая игрушка RDR2 меня просто удивила. Минимальный FPS поднялся с 15 до 40 с копеечками. Ну, в общем, я сейчас вам это все дело буду показывать. Я уже, в принципе, этот материал отснял. Осталось вам это все показать. Ну и не забывайте, когда вот эту функцию включили, тоже нужно будет перезагрузить компьютер. Пока не перезагрузите, эта функция работать не будет. Итак, сейчас вы видите тестирование в RDR2. В принципе, оно проводилось по техническим характеристикам. Обратите внимание, вот то, что было в самом начале. То есть, это моя старая десятка со старым драйвером 430. И в данном случае вторая картинка. Это уже новый драйвер и, соответственно, новая десятка 2004. И в данном случае уже включен новый драйвер и включена вот эта вот аппаратная поддержка видеокарты. То есть, в данном случае, когда видеокарта определяет сама, сколько ей нужно оперативной памяти. И сама решает, куда ее выделять и какое количество. И в данном случае вы уже можете увидеть, насколько стала более плавная картинка. То есть, картинка на новом драйвере с вот этой функцией намного стала плавнее, намного красивее. То есть, меньше вот этих вот подлагиваний. И обратите внимание на то, что я снимал это видео в Full HD, чтобы видеокарта не упиралась у меня в производительность по процессору. Соответственно, процессор видеокарта вытягивали. Видеокарта не нагружала не проц на 100%. Видеокарта сама тоже не нагружалась на 100%. То есть, в данном случае, в принципе, FPS был довольно-таки высокий. Качество настроек было включено ультра, как вы поняли, из начала этого видео. В общем, все настройки совершенно друг другу соответствовали. Ну и вы теперь сами видите ту картинку, которую я получил. Картинка с левой стороны. Это немножко хуже картинка. Она подлагивает. FPS намного ниже. И картинка с правой стороны. FPS намного выше. Ну и теперь давайте подберемся уже к самому-к самому вкусному. К результатам этого тестирования. Потому что по картинке ничего определить нельзя. Но сейчас вы увидите концовку того, что увидел я. И я был просто поражен. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, ну что ж, давайте теперь сравним результаты. Обратите внимание, вы сразу видите две картинки и вам, в принципе, все стало понятно. Результаты на новом драйвере в два раза превосходят по минимальному количеству FPS, чем на старом видеодрайвере и на старой операционной системе. Что, кстати, не подтверждает тот факт, что компания NVIDIA занимается какой-то фигней и специально делает драйвера такими, что ущемляет их производительность в новых крутых играх. То есть в данном случае новый драйвер, новая игра и, соответственно, новые настройки операционной системы привели к тому, что минимальный FPS поднялся выше, чем в два раза. А это, соответственно, более чем на 50%. Кроме того, поднялась и максимальная частота. То есть если мы смотрим на новой операционной системе, на новом драйвере, максимальный FPS был у меня 48, то, соответственно, на старом 44. И в данном случае поднялась максимальная FPS на 4, то есть это 10%. Ну и давайте посмотрим средний показатель. Средний показатель тоже поднялся на 10%, потому что, даже больше чуть-чуть, чем на 10%, Потому что средняя частота кадров на новом драйвере и новой операционке 41 кадр, а средняя частота кадров тогда была 36-37 кадров. То есть опять-таки на 10% даже чуть больше изменилось качество картинки. И в любом случае, даже если сравнивать чисто максимальный FPS и чисто средний FPS, то мы получили уже плюс 10% прироста производительности. И нам не надо было разгонять видеокарту, нам не надо было ничего делать того, что может как-то вмешаться в работу нашего устройства. Мы просто установили новый драйвер и включили новую функцию. На этом все. Но я протестировал еще и другие игрушки, но почему-то у меня там с Forze Horizon 4 возникла проблема, потому что в HDR она не пишется. Перезаписывать это все заново слишком долго и много времени занимает. Я так на это утро убил. В данном случае не буду вам показывать эти результаты, но могу сказать, что в Forze Horizon я получил где-то 15% производительности по средним кадрам и где-то около 10% по максимальным. То есть там тоже можете вполне себе это все дело работать. Но чем старее будет игрубка, тем соответственно в ней будут эти показатели меньше, потому что новые игрушки с этой функцией намного будет лучше работать. И еще один момент. Обратите внимание, что у меня предтоповая видеокарта тысячного поколения, то есть 1080. Если у вас, например, 1070, 1060, 1050, 1050 Ti, попробуйте и вы сравните на старом драйвере, как у вас идут игрушки, и попробуйте новый драйвер. Я думаю, у вас прирост производительности будет еще выше, потому что эту информацию всю я узнал на некоторых сайтах, которые занимаются исследованием. И там было написано, что любые видеокарты, которые более слабые, получали более высокий прирост производительности. Особенно большую часть прирост производительности получали видеокарты те, у которых мало оперативной памяти. То есть в моем случае у меня оперативки на видеокарте 8 ГБ видеопамяти. А те видеокарты, у которых, например, 6.4 получали прирост производительности еще больше. Ну и, естественно, у них от того, что было, процент прироста производительности. То есть, в данном случае они не перепрыгнут по FPS в мою карту. Но по проценту количества, сколько у них выросло FPS, они выросли намного-намного лучше. Вот такая вот сегодня была информация. Не слишком затянутое видео. Надеюсь, вам эта информация была полезна. Надеюсь, теперь вы увеличите производительность в ваших играх. Хотя бы на 10, 15, на 20, а то и на 50%. И обязательно заходите на другие мои видео на канале. Там есть очень много интересного по поводу настройки Windows, по поводу настройки Android. И не забывайте о том, что вы всегда можете рассказать о моем канале друзьям. И вместе с друзьями подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. На этом всем пока.